Книга «Открытый локом», том 2, тема Лапкин книги, вопрос 786. Есть такое выражение «жизненные наработки, опыт». Какую роль в этом играет духовное просвещение? Что вы считаете самыми большими наработками в своей жизни, если какие-либо новые, или вы остановились в своем развитии? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Думаю, что в своей жизни я никогда не отрицал разум, опыт других людей, своих предшественников и современников. Все слышанное и читанное старался сравниваться с Священным Писанием. Как правило, все эти наработки сводились к тому, что я находил подтверждение тому, что тогда, 27 сентября 1962 года, я избрал правильный путь вера во Христа как лично моего Спасителя. И вера должна быть исключительно по Слову Божию, по Библии. За последние примерно 5 лет у меня были уточнения в своих наработках, особенно в двух моментах. Если посмотреть в мой дневник, который я веду более 30 лет ежедневно, записывая события в моей жизни, то мог бы указать даже точные даты, когда это случилось. Первое. Все эти годы я считал, находил этому подтверждение, что главные беды в России, вплоть до причин революции 1917 года, до расстрела царского семейства, до невиданных репрессий, разложения и уничтожения русской нации через массовую культуру. Во всем этом виноваты священники, архиереи и православные церкви, потому что держат за церковно-славянский язык богослужения. Если бы народ знал Евангелие, верил Христу, а не попам, то революции не было бы. Такие священники, как отец Григорий Петров, видели надвигающуюся беду, порочность царского режима, продажность правительствующего Победоносцевского синода. Несравненно яснее видел он это, чем Иоанн Картштадтский, Феофан Затворник, Игнатий Бринчнинов и другие ныне канонизированные святые того периода. Немного об этом писал только Феофан Затворник, о необходимости перевода богослужебных книг на русский язык, и что священники начинают беспокоиться о положении в приходе только тогда, когда все охвачено пожаром. И ничего нельзя уже сделать, рассматривая жизнь всех канонизированных, указанных здесь, хочется сделать заключение, что ни один из них не подходит так под условия канонизации, как она происходила в Первоапостольской церкви, под ее требования, как отец Григорий Петров. Я сейчас хочу объяснить только эти слова. Россия, Евангелие, Православная церковь, канонизация, патриархия. Мои наработки последних пяти лет расставили точно по своим местам все эти слова. Богослужение на русском языке здесь у меня ничего не изменилось в сорокалетнем опыте, но слово «богослужение» внезапно расшифровало в следующем плане. Я постоянно говорил, что во всем виноват непонятный язык, отсюда невозрожденное священство, нерожденная свыше русская нация. Сейчас главный акцент делаю на том, что главное даже не в языке, а в богослужении. Слово «богослужение» входит в все, что совершается в стенах храма. Аказисты, каноны, утренние и вечерние молитвы. Произошел не просто переход в сторону богослужения, и Россия стала огромным монастырем, как писали современники и иностранцы Ивана Грозного. Но богослужение заняло место проповеди, полностью заменив ее. Богослужение – это для уверовавших, для примирившихся с Богом, для рожденных свыше. Оно должно быть на русском языке, но стоять после проповеди. Буквально каждая глава Нового Завета до краев переполнена словами, проповедовали, благовествовали, распространяли слово, убеждали, наставляли, учили, вразумляли, несли весь о Христе, писали послания и тому подобные слова. Все это полностью намертво удалили, истребили, а потом и возненавидели. Это дало основание всему беззаконию, какое творится в России. Отсюда на ненаученный ум пришлось истанство, ереси, сатанизм, восточные религии, в буквальном смысле бесовщина. Вопрос, что же делать, скажу сразу. Этот вопрос решают прямо и кардинально только те единицы, которые имели встречу со Христом и любезлово Божиим. Они или полностью порываются в современной патриархии и уходят в сектанты, или разочаровавшись, теряют веру. Но выход состоит не в выходе куда-то в борьбе за истинное православие в православии, будь то МП, или РПЦЗ, или старообрядчество, приемлющее священство. Богослужение – это та непреступная цитадель, за которой скрыто все. Здесь уже не нужен ни разум, ни Слово Божие, ни ревность по претворению в жизнь, написанную в Евангелии. Самое грозное предупреждение Священного Писания не изменяет ни единой буквы в Библии. Все это церковники перенесли на богослужение. И строится не Царство Христово, а Царство Попов с уставным богослужением. Для богослужения нужны обязательно храмы, поэтому-то сегодня, как грибы после дождя, строятся по всей России храмы. Это считается духовным пробуждением. Храмам нужны колокола и кресты, огромное средство. Хотя бы от продажи табака и водки идут и на эту подлость. Тот же храм Христа Спасителя, он не просто не нужен сегодня, но вреден. Но разве можно это объяснить храмовикам? Для богослужения нужны рейсы, богослужебные книги, кадилы и прочие. Начали расширять автофинское производство. И так будет идти, кажется, в бесконечности. Стоит сегодня вновь это убрать, а это будет очень скоро. Все отнято. Изъяющая бездна пустоты в духовном плане развернется на следующий день по всей России, куда все и рухнет. Московская патриархия. Первого дня после уверования я соприкоснулся с ней и ужаснулся, побывав в Московской семинарии и академии. Это та же сама бурса Помеловского. На Ростынях Якова Колоса. Мертвое царство попов. Жирная безразмерная кормушка. Мне нравятся четкие определения. И когда меня спрашивают, что такое советская власть, что такое коммунизм, то я беру изречение дворянина Ульянова с небольшой поправкой. Он говорил, коммунизм это советская власть плюс электрификация всей страны. Никита Сергеевич Хрущев через запятую добавил, плюс химизация всей страны, я же добавляю, на развалинах после Третьей мировой войны. Советская власть это мафия у власти во главе с паханом коммунистом. Когда же спрашивают, что такое московская патриархия, то отвечают им словом ложь. А если двумя словами всегдашняя ложь, а если тремя тотальная всегдашняя ложь, когда разговариваешь с сектантами любого названия, то все они ведут себя одинаково. Когда задаешь им вопрос о их происхождении, то они тщательно скрывают свой корень. Кто, когда, с какой целью образовал их организацию. То же самое и в московской патриархии. Просто люди даже не догадываются, как и многие священники, что московскую патриархию, как управленческую структуру, образовали самые лютые гонители христианства. В буквальном смысле людоеды, уничтожившие не десятки христиан, а десятки миллионов. В июле 1943 года Сталин, Иосиф Исарионович и Берия приняли Строгородского, Симанского, будущего возглавителя московской патриархии и Ерусшевича, митрополит Николай. Сразу же по подписке они обязали служить тиранией не за страх, а за совесть. Всех исповедников и мучеников Христовых называть уголовниками. Прошлые годы, когда я говорила об этом, что московская патриархия никак легитимно не связана с дирекционной церковью, и что в ней невозможно чисто служить Христу, не порежать свою совесть, то мне указывали на отца Демитрия Дудко. Как было знать мне, что у него внутри? Я видел только наружное. На первом месте у него было служение, юхористическое общение. Я отвечал, что бывает редкое исключение с правил, видимо это тот случай, но прошли годы и все стало на место. Он полностью разложился, сделался по лагетам уже коммунистического режима, духовником газеты за автором. В самые последние годы мне уже не указывали на него, так как я говорила о духовном возрождении. И на вопрос, знаю ли я таких священников, которые действительно обратились к Христу и знают Кого Божия, то я и указывал на отца Геннадия Паста, 660-380, Красноярский край, город Енисейск, улица Дударева, 28. И мне снова ставили тот же вопрос. Ну вот, он же в московской патриархии, однако же не разложился, сохранил себя. Я снова отвечал, видимо, бывают исключения, видимо это единственный случай, видимо чудо Господне. Меня спрашивали, с чем это связано, почему он там находится. И как он сумел себя сохранить, я отвечал, что не надо забывать, что Геннадий Паст из Минаминской семьи немец. И он в детском возрасте пережил обращение ко Христу, а сейчас он находится далеко от центра в кубинке. Его поле деятельности до самых белых медведей, но вот случилась трагедия в его благочинии. Был убит в Турее и романах Григорий Яковлев. Отец Геннадий Паст пишет, не кролов, а потом выпускает и книгу и романахи Григория. По задержанию книги, по тем чувствам своим, какие он описывает, какие у него были при похоронах Яковлева, что не о гене уже нужно молиться, а ему, что он уже как бы на небе, я понял, что безумие московской патриархии по всем новым и новым канонизациям коснулось отца Геннадия Паста. Я написала ему обличительное письмо. Смотрите, вопрос номер 785. Отец Геннадий, как и почти все священники, очень неподъемный на переписку. Нет времени, но тут он отвечает тремя письмами. Последнее датировано 13 июня 2002 года на 10 страницах пищевого формата мелким, красивым, плотным почерком. В последнем письме я просил его написать мне обличительное письмо, так как предыдущий ему сделал намек, что он тоже мог бы сказать мне «врезать», но основные чувства не позволяют ему этого сделать. Он пишет «вы требуете от меня такое письмо, просите его, хотите его, напрашивайте и даже загоняйте меня в тупик, если сейчас не обличить, не ответьте, что я ведь пойму однозначно». После многократного прочтения этого письма я даю отцу Геннадию ответ со словами благодарности, что наконец-то он раскрылся. Я не просто ужаснулся, я пришел в страх, какой редко испытываю. Я подостен томир витаморфозы, которая, оказывается, произошла с ним уже давно. Я пишу ему об этом, что московская патриархия испепелила его полностью, уничтожила прежде, каким я его знал. И, оказывается, никакого исключения и быть не могло. Московская патриархия уничтожает все беспощадно и всех, кто соприкасается с ней. Легионы духов и жи поражают каждого, кто верит ей. На его длинное письмо я по пунктам построчно отвечаю. На все десять страниц ваших отвечу словами главного героя фильма Иуда Бен Гур, когда герой разговаривал с Пилатом. Он говорит о разлагающемся, смертоносном влиянии Рима на все, на что Рим наложил свою руку, на все, что подчиняется ему, говоря о друге своего детства. Римлянине в трибуне полководца Мессали Марцелле. Он говорит Пилату, я знал Мессалу с детства, он не был таким. Его изуродовал Рим, сделал жестоким и коварным. Рим это упрек Богу. Еще раньше, при первом конфликте с Мессалой, Иуда сказал ему, что Рим обречен. Он падет, и вселенная наполнится криком радости и ликования по поводу его смерти. Рим душит все, что под ним задыхаются всем. Рим душит все, под ним задыхаются всем. По всему вашему письму я могу горько константировать. Московская патриархия сделала вас таким бесчувственным. Отвечаю кратко по письму. Первое. Духовничестве. У вас никогда не было духовного отца, духовника, к которому вы бы относились, сыновни. Вы духовно росли сами, как могли, и это сильно сказалось на вашем внутреннем человеке. Где-то положительно вы умели и умеете стоять перед Богом, где-то и весьма отрицательно. Отвечаю. Вот это-то и есть мое главное достоинство, преимущество. И достояние, что меня не изорудовали души, мою не гнули под свою дурмину духовной неучи. Я благодарен Богу, как мамант Иоанн Креститель, что меня сам Господь питал из Библии. И я не глотал чужую блютину от этих воспитателей, духовников, за версту тянет лютой волчатиной. Второе. Задевали ли вы академистов, если бы сами были академистами? Навряд ли. И тогда возникает чувство, а это не ваше ли ущемленное самолюбие? В свое время вы не имели возможности получить тематическое высшее образование, а по способности от природы, от Бога, превосходите многих, получивших высшее образование. Ну-ка я его подколю. Пусть не зазнается. Академист один из даров Духа Святого. 1 Коринфянам 12.8. Слово знания. Это харизма. Отвечаю. Учился я столь много, что и в три академии, и в четыре университета не утрабовать. Петр Первый не окончил ни одной академии, а был членом трех иностранных академий. 3. Не испытав сыновства, перешли к отцовству. Отвечаю. Тут ты, отчика, столетняя гадалка, плоско с пустотой обвинением. 27 сентября 1962 года я учился у Михаила Александровича Еремеева, Латвия. Переехав в Пензу, получил миссионерский журнал «Ревнитель» около 1400 страниц большого размера. Законспектировал около пяти-семи раз и заучил. Издатель Лазарь Кунцевич, миссионер «Синодальний». Что из того, что его казнили? Но он же жив у Бога, и он не сергианец. Он мой учитель одновременно и духовник. А еще раньше был Жан Габен, Жан Вальжан в фильме «Отверженные». Виктора Уйго. Там я получил первый толчок в поиску Евангелия в 1964 году, познакомился с Александром Ивановичем Истином. А от него с толкованием апокалипсиса. Многое взял оттуда. Советы важные мне давали старшие. О смелости, о женитьбе. Иоанн Златоус захватил меня. С ним, с апостолом Павлом и с пророками Ереме. Неужели не хуже Кристианкина или Петерима? Духовничеством. И при том обязательно для всех это все патриархийная побосенка окрученной веревки. Ты пишешь мне, что я рос как ребенок без отца. Это обо мне-то? Да какое же ты имеешь право отца моего любимого от меня отнимать? Отца с большой буквы. Что за власть вам дана? Я не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне. Что есть у них? Чего Бог бы мне не дал от святых отцов? Патриархия придумала это духовничество от надменности старчества и установила то же самое. Иезуитское папство, тотальный контроль, побуждение к тому, чтобы всегда перекладывать ответственность на кого-то, чтобы и шагу не могли ступить без них, чтобы всю жизнь себе держать в детских яслях и с постелями. Игра в духовничество исключительно пагубна. Она приучила к несамостоятельности, прервала живую связь с Богом, с Библией. Духовники взяли на себя полностью роль, которую исполняют шаманы. Вся суть-то тут в том, что я являюсь не просто прихожанином, но и проповедником Библии. Померясь, я сказать, ее пропагандистам во время и не во время. Сейчас духовниками наводнена Россия безусами, желторотыми, надменными мальцами. Духовничество это страшный капкан, из которого никогда не выбраться. И духовники эту власть передадут только антихристу. Я еще ни разу не встречал, не встретил, чтобы духовники учили молиться своими словами Христу, чтобы их слова и советы люди проверяли по Библии. Они бы сами призвали людей к этому, чтобы духовники повторяли слова Кирилла Иерусалимского. Если слова мои не сходятся в Библии, то не верьте мне. Духовники этого боятся, как черт ладана. Их чадо делают совершенно безумными и едут за тысячи километров, чтобы узнать, как варить яйца в смятку или вкрутую. Мне неоднократно говорили эти духовники и священники Московской Патриархии. Точно так же, как всегда говорил отец Николай Войтович. Никто бы этого и не знал, если бы вы о том со своей Библии не трубили, что мы неправильно крестим, неправильно исповедуем, неправильно причащаем. Никто бы и не догадался про эти упущения. Заучились, отцы, забыли, для чего вас учили. Вы меня уже 40 лет загоняете в послушание к советским попам, да мало что успели. А слушаться надо Бога, а не измышления руководителя, который и Библию-то не прочитал, канонов не знает и трясется всю жизнь от страха, чтобы не отрешили от кормушки, не почистили на тощий приход. Мне Бог не позволяет, чтобы мной правили живущие в самохотении, не по слову Божию. Третье. Вы великолепный собеседник, полемист и даже спорщик. Вы не слышите обличений, касающихся вас лично. Не хуже Д'Артаньяна вы отражаете любые удары, направленные против вас. Вас идеально выручает ваша безупречность, но через это сами остаетесь без плода. Вы закаляетесь, какое, но душа не приобретает и даже становится непробиваемой. Вы не услышали обличений митрополита Генеона, отца Александра Пивовара, отца Бориса Пивовара, отца Дмитрия Дудко и отца Абрось Юрасова, фротерея Льва Лебедева и, пожалуй, многих других, пожалуй, каждый из них был в чем-то неправ. И это вы вернули им сполна, а правду их обличений вы не услышали. Помнилось, как на суде ваш бедный судья не мог отбиться от атак своего подсудимого и безуспешно пытался вставить. Лапкин, Лапкин, вы слышите только себя. Конечно, он был гонитель, вы гонимый за веру, но как точно он подметил эту струнку? А когда вы иногда кладете перед собеседником чисто листок и предлагаете ему, пиши, что имеешь против меня, что обличаешь, так, конечно, листок остается пустым, а горе обличить уже и не знает. Как бы ноги отсюда убрать, не обижайтесь за иронию. Ответ. Я не услышал митрополита Генеона. Ну ты, отче, стал, как трухлявая бабка шептухать. Чуть тебя тронул, ты и развалился, и развонялся. Что попало собираешь, как дохлая сводница? Неужели ты все это серьезно огородишь? Бедный ты, отченька, я-то ведь тебя упрекнул за подготовку очередной колонизации, хотя ты отрекаешься от нее. Но с этих-то выборочных воспоминаний все и начинается. Скоро фотографии Гена замироточат, ботинки обновятся, явления начнутся. И главное, сны, сны. Я ведь упрекнул тебя для того, чтобы ты поменьше с мертвецами да с книжками своими возился. Жизнь-то уходит, иди в мир, проповедуй. Ну, конечно, ты не Вальтович, проповедуй, что ты прав. Но ты можешь идти и проповедовать больше того. У тебя есть все для этого. Учись у яговистов от двери к двери. Я за зиму обошел несколько тысяч квартир в день более сна. Так. И если бы здесь, в Барнауле, не было каянства московской патриархии, это эпоха обмерщенной обманщицы. Люди бы шли ко Христу. А так все верующие, все крещеные, в кавычках, у всех святая вода, всех отпоют, это уже гарантировано. И все-все бандиты, проститутки, рикетиры, начальства, мэрии, краевая администрация, все-все-все православные. Их попы, духовники, заколдовали, в кавычках, евхаритической полнотой. Все же они причащаются за мной чаши. Православное царство Антихица Вес Христа без Библии во главе с преосвященным Каином, проделывающим очередной трюк над душами оболваненного народа. Гедеон был прав, убивая меня. Прочите в книге для слова Божия нет уст. Несколько его посланий против меня, дьяконы Сергея Бурдина. Я вам очень благодарен, что вы приоткрыли завесу своей души и погасили последнюю иску уже надеяния. Что кто-то в московской патриархии может сохраниться неповрежденным. Если по суду говорят, что там должна быть правда, одна правда, ничего кроме правды, то про московскую патриархию можно сказать, как евреи говорили об Иерусалиме, что если в мире есть 10 частей лжи, то 9 из них находятся в московской патриархии. И там всюду ложь, одна ложь и ничего кроме лжи. Такую личность, как вы, вообще трудно найти в православии. Таким идеальным честным воспитанием в немецкой минонистской среде. Честность, мирность, порядочность, дружелюбие, благодарность. У вас все это было в избытке до прихода в московскую патриархию. Вы полностью изъедены. Продрявлены этой сжавчиной лжи. И не потому вы говорите, пишите так, что чего-то не знаете, что могло быть с любым. Это могло быть с любым. Но вы ликующе одобряете возгласом. Правильно, все, кто бы и что бы ни сказал в отношении меня. Будь то коммунист, судья, грязная, продажная. Похабная газета «Московская комсомолец» на Алтае. Заказная статья в собеседнике. Сон ли чей? Послушанный разговор. И даже явно надуманное, никогда вами не слышно обвинения против меня. Если бы не ваш почерк до боли, родной мне и знакомый, я никогда бы не поверил, что такая трагедия с таким человеком могла бы произойти. Чем это объяснить? Только ли одной тотальной лживостью московской патриархии. В книге «К истинному православию» в разделе «И так бодрствуйте» ставится вопрос о том, где же точно побывали те 10 тысяч антимистов, антиминсов, изъятых Хрущевым из порушенных им храмов в России. Что стало с этими антиминсами, когда они были возвращены? Учитывая то, что коммунисты – это выкормыши мафонов, можно сделать предположение, что возвращенные антиминсы могли стать не просто тряпками, из которых взяты мощи святых, но они вернулись заложенными в них мощами Ленина. Сышеито православные патриоты содрогаются. Но подобные подмены были многократны в истории православной церкви. Смотрите, в том же материале. Когда идеи так православные тянули бы людей к причастию к евхаристическому единению, как делаете вы здесь в храмах, причащая всех подряд, любого с улицы. И еще долго стоит священник с чашей и кричит, кто еще не причастился, кто еще не причастился. Все причастили. Там кого-то толкают в спину, гонят в чаши, точно так же, как делали всегда еретики. Причастись один раз к патриархам Феодотам и иди куда хочешь. Святой Никита сделал это по просьбе игуменам, но потом раскаялся в этом, в кавычках, причащении и был умучен. Зовут как наркотику, курни хотя бы разок, сделай затяжку, а помните, ты должен день и ночь заботиться, чтобы кто чужой и без епитимии не прорвался к чаше. На все десять страниц вы, отец Геннадий, выплеснули горечь, многократно повторяя, что у вас разорвано евхаристическое общение. Ваш разрыв с нами, евхаристическое общение, разрыв отца Якима в евхаристическом общении с рукоположившим его епископом, это ужасно. Позволь еще немного, в кавычках, пахныкать, горько, очень горько от этого на душе, пишите вы. «Отвечаю. Отец Александр Пиваров никогда меня не обличал. Ты тут что-то перепутал. Никогда не забуду коленопреклоненные молитвы в пустом храме в Болотном месте с отцом Александром. Но его полностью сожрали была московская патриархия, когда архиепископ Феодосий Омский разбивал отца Якима. За крещение полным погружением, чтобы он прекратил эту практику, то отец Александр сидел рядом, опустив голову, и не сдал ни звука в защиту истины, молчанием предавал свободу своих детей. Глубоко беззаконный архиерей расторился и с желающими обновления. Благодарение Богу это помогло сразу шести священнослужителям от него уйти в РПЦЗ. И отец Александр тоже разошелся с Феодосием. Отец Александр относился ко мне как к самому близкому человеку и доверенному по сей день. Мой адрес он не сказал ни полслова. Да и в чем бы он меня обличал? Отец Борис Пивоваров, его прискребание ко мне даже архиепископ Гидеон не принял, когда я однажды на дне беседовал с ним в церковной ограде и сказал, что надо учиться их прихожанам, любить их, чтобы они знали Слово Божие. А то как сонные приходят и как слепые бродят вдоль стенок и целуют икону службу, кто бы мог вообразить, что у него творится в душе? Он молча выслушал, и мы расстались. Но уже через несколько дней он принес Гидеону для благословения. Написан им трактат Игнатий, икона Борис, 96 печатных страниц. Даже Гидеон не одобрил его и сказал, что не делом занимаешься, отец Александр. Ночью пригласил нас посетить отца Бориса, своего брата, по этому случаю, и он в нашем присутствии сжег эту муть. Это был 1977 год, октябрь. Отец Борис в данном случае выступал как патриот, защитник православия против раскольника и литикаика, иконоборца Игнатия. Сегодня отец отца Бориса знает во всей России как яркого и явного экуминиста, исключительно прокатолического. Тогда, в тот вечер, я сказал только два слова. Иезуит, инквизитор. Сегодня все это уже наяву. Отец его, Иван, глубоко верующий человек, ревностнейший. Христианин, лежа уже смертно мудрый, и два приподнявшихся, обличал отца Бориса Санасова. Вы продались к ГБшникам. Сам отец, который сделал срок по обвинению в убийстве коммуниста, которое позже было с него снято. Отец Дмитрий Дудко обличал меня. В чем? Только в одном, что я делал ссылки на священное писание, призывал его духовный чад к элементарному соблюдению канонов. Сейчас он стал апологеном УГЖИ и духовником газеты «Завтра». Кто бы думал, что их постигнет такое паскудство? А может быть-то именно за меня отнял Бог из совести разум? Не за май, не трожь. Юрасова ты прикрел. Зачем? В чем он меня когда мог обличать? Я его обличал действительно, а он меня никогда и ни в чем. Вот отец Лев-Лебедев действительно обличал меня за материалы в войне. А я говорю вам, любите врагов ваших. Этот материал никто не решился публиковать. Теперь он есть в нашей книге «К истинному православию». В данном случае ты, отец Геннадий, со мной подчеркнулся на низкой закваске и не служивший в армии. А надо было тебе служить года 3-4, чтобы на практике испытал, что такое истинное послушание. Послушание с очками берут только в стройбат. Ты ведь все мне говоришь о послушании. А у кого сам был, кроме какого, полномочным по религиозным пунктам до орхиерея, у министа, хотя от этого уже пытался несколько раз вывернуться и терпел наказание. Отец Лев-Лебедев обличал меня еще за русский язык и благослужение. И за благовестие мирян. Но как я увидел из твоего письма, все честные очи, для вас абсолютно безразлично, правильно или неправильно. Плевали на меня, улюлюкали на меня, травили ты всех до единого подгреб и выстрел в один ряд красивым почерком. Вот это и есть твоя вонь, о которой я писал в первом письме, еще ничего не зная об этом, но уже сказал, что ты провонял пред твоем разуме магистерском и кандидатском образовании. Ты не можешь не знать, что не поступает со мной бесчеловечно. Живо лают меня за мою любовь, как листует Библию, за мою непокоривость и претензиям на мою душу, что я не иду на рабское духовничество, к искателям счастья подрядское. А вы мне этого никогда не сможете простить. Напоминаю, что если бы я стоял под чьей-то из указанных глани, то я был бы подобен себе. Когда на противника проповеди в храме отца Николая Войтовича пошли по городу Барнову обвинения за его внебрачные связи, я тут же произвел свое отдельное расследование, нашел это лживым, и даже ему, не сказав ничего об этом, развеял их на своих многочисленных встречах с людьми. В то время я еще официально был в московской патриархии, там очищался, но духом я был тот же. Что я сегодня вопиял против всех безумств, и что же, по-вашему, я должен был прислушаться к грезу всех этих обличителей, поносителей? Иов 27.5. Это надо же, столько лет ты все это держал в себе, чах, смертельно болел, и снизу, и сверху сгнивал в этом, и ни разу мне не написал, что тогда, в июле жаркого 1986 года ты был уже не со мной, ты уже подавился судейской репликой, и это многократно хуже, и давите самой репликой. Он был очень смущен этим и обрадован, и открыв мое дело после моего освобождения, показывал фотографии, повторял, и откуда мы только что брали тогда? Да какой же ты тайник в диване! Недавно он приезжал ко мне покупить все мои книги. Он насудил меня тогда, а у нас с ним хорошие отношения. Арестовавший меня в 80-м году полковник КГБ Никулин ЮМ, теперь на пенсии, очень больной. Перед самой операцией пешком сумел добраться ко мне на ползуного шесть и говорил, если бы я тогда работал, вас бы не арестовали. Согласитесь, что дураков и у вас хватает, как и у нас. У меня с ним сложились особые добрые отношения. Это все дух луда, сталинско-беревская патриархия сотворил с тобою, ваше высокопреподобие. Вы упрекаете меня, что я держусь своей правотой, в кавычках, своя правота. Укажите конкретно, какой моей, это дух гидеона перешел в тебя. Все мои поносители, все до единого на сегодняшний день стерты, сгорели. Если я тебе их перечислю, ты содрогнешься. Только за этот год я выиграл полностью два процесса против московско-комсомольца на Алтае. Последний на 100% удовлетворил все мои несогласия и требования. Сегодня известно, что все статьи против меня были сугубо заказными, как и фильмы ГТРК Алтай. Травлю раскулачивала, раскручивала КПРФ, союз с тоталитарной сектой, новая жизнь. Как говорит Алтайская миссия, партиальное издание, и еврейская помощь из клеветников через Эвен Эйзер. Согласитесь, что это не шуточный союз, и они все были разгромлены, опозорены, как лужинцы, так и должно было быть. И это по-божески. Но вот ты пишешь об элементах тоталитарной секты, якобы существующей у нас, подавлении личности и прочей билиберде. Буквально цитирую из этих статей, я проверю их уже краевым судом. Допустим, ты еще не знаешь о решении суда, но ты же причащаешься у нерасколотого стола, в кавычках. И ты нераскольник. Как ты клеймишь нас? Как? Так какой же дух заставляет тебя собирать всю эту ложь? Третий царь, 22, 22, 23. Он сказал, я выйду и сделаю духом живым в устах всех пророков его. Господь сказал, ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так. И вот теперь попустил Господь духом живым в устах всех всех пророков твоих. Но Господь изрек о тебе недоброе. Молись и приезжай к нам в гости, но без духа тоталитарной вжи, обуявшего московскую патриотию. Перейдро. Третий царь. Продолжение следует...